Сегодня проходило лекционное занятие, посвященное теме детская психотравма, на которое приехали специалисты с разных уголков Украины, получая специализацию в наркологии. И главным трепещущим вопросом для любого нарколога есть причина формирования аддиктивного поведения, то есть поведения зависимости. Конечно же, взрослая личность – это уже большие последствия, и поэтому, чтобы искать причину, нужно обратиться к детству данной личности. И сегодня мы разбирали такие вопросы, как причины формирования у детей тоже аддиктивного поведения или как наличие детской психотравмы может отразиться на дальнейшем будущем человека. Они ознакомились с спецификой реагирования детей на тяжелую ситуацию травматического характера, ознакомились со спецификой реагирования родителей, также получили информацию практического действия, как они могут помочь самостоятельно родителям в такие пиковые ситуации, объяснить, что необходимо делать, и самое главное – это какая поддержка необходима ребенку, в чем он нуждается. И на себе, как и полагается, по традиции Центра психосоциальной реабилитации, они получили техники, которые проверили на себе, как это работает, как это понимать, и как с этим дальше работать. Информация, которую мы сегодня делили со специалистами, мы ее нарабатывали очень долгое время. И одной из последних наработок – это были результаты, полученные от проекта HealthCamp, направленные на реабилитацию детей, которые лишены родительской опеки. То есть мы понимаем, что это группа риска, первая группа риска, которая в будущем может иметь проблемы с аддикциями, то есть зависимость разного уровня, потому что именно семья является первопричинным толчком к тому, что ребенок может сойти с колеи рационального поведения и пойти по пути разрушения. Поэтому результаты, которые были получены с помощью психодиагностических методик у ребят того центра, участвующих в нашем проекте, позволили оценить, насколько необходимо внедрение психологического сопровождения, репутационных мероприятий для такой группы риска. Дети каждодневно проходили определенные манипуляции в виде поведения, ухаживание за животными, работу с животными, обеспечения комфортно этим животным. Это наш добрый дом, который находится в Тельмане на Копарке, для того, чтобы спасать животных, помогать им в трудных ситуациях. В принципе, эти дети, которые лишены временно родительской опеки, они точно так же в своем добром доме, то есть в центре реабилитации находятся, проживают, как и те животные. Вот это вот параллель, которая проводилась у них, у каждого лично своя, по отношению к животному, что я даю и что я хочу получить тоже от окружающего мира.